В парке культуры и отдыха дождливую погоду разгоняли легкими пластичными танцами. Несмотря на капризы небесной канцелярии, настроение, собравшихся пасмурным, назвать было тяжело. Именно так ярко и со вкусом брещане отметили международный день бразильского зука – танца любви. Это парный танец из Бразилии. Раньше в Бразилии была популярна ламбада, но сейчас вот тоже приобретает популярный зук все больше. И его танцуют сейчас во всем мире, организовываются фестивали, и также мы его преподаем в Бресте, устраиваем свои фестивали, ездим на фестивали куда-то. У нас есть регулярные занятия, вечеринки, где люди, научившись, могут применить свои навыки. Получается, что зук – это танец с импровизацией, то есть партнер и партнерша, они знают основы ведения, знают определенные ритмы, и они могут вместе создать уникальный танец каждый раз, то есть в новом месте, с новым партнером или партнершей, с новой музыкой и с новым настроением. Город над Богом уже в четвертый раз принимает участие во всемирной акции. Почарующие бразильские ритмы объединилась сила и гибкость, плавность и четкость, ловкость и пластика. На импровизированной танцплощадке не было временных границ и ограничений в пространстве. Танцевали в унисон. Действительно, ты получаешь и отдых, и наслаждение танцев, и вдохновение какое-то. То есть это не просто как занятие, где мы там чему-то учимся, танцуем, проводим здесь свободное свое время. Да, просто общаемся и в танце как бы передаем вот эти эмоции, потому что танец – это, ну, как и музыка, оно может много о чем рассказать. В бразильском зуке важный элемент – искусство импровизации. Этих брещан можно по праву назвать мастерами экспромта. Танцевальным Бреста делают участники объединения «Брестарденс». Клубу социальных танцев всего семь лет, однако за это время он сумел не только успешно зарекомендовать себя в Бресте, но и за его пределами. Принимаем участие в благотворительных акциях в Бресте, да, где-то выступаем тоже в Бресте. Также мы ездим в гости к нашим друзьям в другие клубы, школы, в других городах тоже выступаем, да, то есть мы ездим на фестивали, да, где в основном мы, конечно, занимаемся, поднимаем наши навыки, но мы стараемся именно с ребятами, то есть применить наши знания, да, чтобы то, чему мы учимся на занятиях, да, мы смогли применить, показать, насколько это красиво и интересно. Виктория Саченко, Андрей Щербан, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.